Ну, да, нашу поддержку. То есть, в принципе, как у нас все это дело началось? Извините, я вас понимаю, да? Да, да, да. Год назад мы собрались четвером, чтобы создать какой-то некий малый бизнес, который перерастет в некий там какой-то бизнес-подкульптуры. У нас в течение полугода, да, менялась, не помню, с десяток, наверное, концепций у нас поменялась. В итоге мы пришли к такой формулировке, которая, вот сейчас у тебя там записана, служба групповых закупок. Что, собственно говоря, мы здесь получаем? Служба групповых закупок – это такая организация некоммерческая, которая помогает человеку сделать необходимую ему покупку путем групповой закупки гораздо выгоднее и гораздо менее время затраты. Вот. Что у нас сейчас сделано, да? Мы развиваем, в некотором обороте может называться дилерской сеткой, но на самом деле это у нас сеть, как Андрей, может быть, уже говорил нейронная. То есть она не... 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 Неерархичная. Неерархичная. У нас на данный момент есть уже два готовых таких представителя нейронной сети, которые с нами, в принципе, готовы идти, уже идут на протяжении, наверное, месяца 5-4, если не ошибаюсь. Вот. И интерес вот этой вот игры, он растет и растет и растет. На данный момент, ты меня, то есть как потенциальный два представителя и еще есть пара тоже потенциальных представителей. Включаясь, я уже устал. Что мы делаем? Мы, собственно говоря, практически реализуем те наши идеи, которые лежат у тебя в пункте уже несколько лет, по социальной инженерии. Мы строим бизнес совершенно наоборот. То есть вот как бизнес есть, стандартный, да? Мы делаем все совершенно наоборот. И у нас получается, что мы уходим от иерархии, от систем транснациональных корпораций, которые сейчас правят миром. Мы переходим к такой, некоторой модели нейронной сети, где каждый может выстроить отношения с каждым. А мы до этого предоставляем полностью всю технологическую систему, программное обеспечение, методологическое обеспечение. Клуб Керима – это как формат отношений, который лежит там в этой системе, подготовки. То есть мы, с одной стороны, людям выносим мозг в свободную систему, а с другой стороны говорим, что ребята, у нас можно на таких правилах работать. Пример. Веди пример. Четкий, ясный пример. Пример – это мы играем на стороне потребителя. То есть все приходят… Я хочу купить профлист. Да. Мои действия. Ты приходишь к нам и покупаешь его. Но у нас вся система построена так, что мы тебе не продаем. А мы тебе помогаем его купить, и мы играем на твоей стороне, реально играем. То есть получается, как ты покупаешь не у нас, а покупаешь у кого-то, но через нас. Как-то хотя посредническая фирма? Разница там, вот смотрите, там есть нюансы, которые я еще пока не научился объяснять за такое короткое время. Какие для меня ценности? Что я приобретаю, обращаясь к вам? Ты покупаешь дешевле? Я покупаю дешевле. Ты покупаешь то, что тебе нужно, и у тебя есть гарантия, что ты купишь то, что тебе нужно. А если что-то будет не то, мы включаемся и делаем. То есть обращаясь к службе групповых закупок, я их железно получаю дешевле, чем у меня есть по рынку. И при этом у меня есть гарантия, что я получу это качественно и то, что мне нужно. И если мы уходим в минус, мы решаем это в минусе. То есть такой посредник, играющий на моей стороне, с производителем, между мной и производителем. Мы в этом большом бардаке информационном, который настроен на то, чтобы сделать продажу, сделать эффективную продажу, мы работаем за потребителем, мы помогаем им сориентироваться и, собственно говоря, произвести покупку. И мы создали такую систему, автоматизируем ее полностью. У нас есть программное обеспечение, которое тебе позволяет, вот ты просто заходишь в сетку, тебе дается программное обеспечение, эта программа, и ты можешь в нем работать и зарабатывать. Не важно, чем бы ты занимался. Правильно я понимаю, что фактически вы берете товар, отшелушиваете всю макетинговую хрень или рекламную, которая облегчена, суть его показываете и продаете, показываете все. Вот она суть, собственно говоря. Мы не продаем, мы помогаем. Вы помогаете увидеть эту суть. Правильно я понимаю, вы собой гарантируете качество предлагаемого товара, так? Да. А каким образом? С примеру, продукт? Вы как, анализы делаете или что? Да. Мы на протяжении целого года сделали анализ этого рынка, и он у нас есть в открытом нашем форме. Я имею в виду, я хочу купить продукты без ГМО, чистые. Вы как вы поедете? На продукты питания вы пока не говорите. Мы пока не говорим. Я имею в виду, как вы гарантируете, вы проверяете там, не знаю, по отзывам, по слухам, или вы сами там экспертную какую-то комиссию? Как это, за счет чего вы гарантируете? То есть, ну это один из инструментов, минимум, это не про то, чтобы, чтобы я его услышал. У нас есть, есть как представитель сети, да, который, ну, грядущий такую же роль, как и мы сейчас, помогает купить от своей консультации и прочее. А есть другой представитель сети, это завод-производитель, скажем. Или, как вот в случае продуктов без ГМО, это может быть какой-то, как вот у нас сейчас добавляется к нам, пекарня. Пекарня. Мы ее обработаем, мы ее изучаем, чтобы ее завести в сеть, чтобы она просто туда не попала. Мы ее изучаем, и вот и до. Это некоторая открытая технология, то есть, если ты что-то делаешь, мы говорим условия, что у тебя полностью открытая технология, это вплоть до веб-контроля, да, и тогда, получается, ты можешь посмотреть на любой цикл. Если у тебя хотя бы какой-то закрытый, это уже настораживает, это значит уже непроверенный продукт. А дальше есть сеть экспертов, которые разбираются на каждом шаге этого этапа, собственно. То есть, все-таки в эксперты какие-то прилетают? Обязательно. А как много таких открытых технологий в мире? В смысле, производства? Нет, мы сейчас... Мы их делаем открытые. Мы их делаем открытые, и мы предлагаем этот формат. То есть, если у вас есть какое-то производство, и ты не можешь его открыть, хотя бы через вебку, да, и показать весь цикл, это значит, что там что-то где-нибудь там. Ну, эти патенты, ноутауты, да. Ну, и массу тренинг, мы проводим, по-другому, как раз. Это тренинги, и тут все много другое. Есть производство, да? Это производство. А как тренинги, или как патент, или что-то, это существующие. То есть, это не другое. Ну, и тут все-таки что-то производственное, и услуги туда нельзя, как это все? Нет, ну, посмотрите, мы на данный момент, мы уже понимаем, что это такой очень, с точки зрения нейросети, это очень сырой проект, и мы пока зашли на промышленные товары, это строительство, то есть, это те вещи, которые можно реально потрогать, пощупать, они материальные, они все очень легко проверяются, через экспертизы и прочее-прочее. То есть, вы сейчас что запустили, какие товары? Запустили, фасады, фасады. Кроме этой фасады? Или, которые запустили сейчас, ну, тут кое-что запускаем, ну, как-то, и корни, пока на одной, и корни. И мы все-таки делаем старт именно на отношения, и отношения с покупателем, отношения с производителем, они ставятся на первое место, и это основной наш актив, на чем мы зарабатываем, именно на отношениях. А как вы создаете отношения с клиентами, или же масса должна быть, наверное, или это какой-то там штучный клиент, там, качественно обрабатываемый, каждый личный? Дело в том, что у нас уже прошло довольно-таки большое количество клиентов, уже более тысячи прошло. Я хочу сказать, что есть типовые клиенты, а есть такие, которые не вписываются ни в какие рамки, собственно говоря. И вот именно на них проверяется вся полностью система, которая может ли она подстроиться под него, либо она не может. В этом плане система, которая способна подстроиться под интересы клиента. Большая часть это более-менее стандартные такие, которые хотят просто подешевле приобрести, без лишнего геморроя, с гарантией. Но есть такие клиенты, которые приходят с такими вопросами, да, они порой сами не знают, чего им хотят. И мы им не позволяем этого делать. А, нужно вопрос, а где гарантия, что вас нельзя купить? Это сколько мы деньги начинаем? Что-что? Вот ваша система, допустим, приобрела тотальный характер. Где гарантия, что вас нельзя купить? Это у нас открыто. Открыто и что? У нас открытый доступ. Купить можно все, что угодно. Открыто, честно. Кстати, давайте перейдем в формат. Давай вопрос задавать. Да, то есть, в основном, нет никаких вопросов. Как мы сейчас вам можем, в какой форме мы сейчас вам можем поддержать? Вот у меня первый вопрос, он достаточно простенький, только быстренький, у нас был только сейчас. Нам вот интересует какая-то фраза, которую мы как-то спрятали. То есть, то, что мы, когда мы сейчас вот разговаривали об этом, да, если мы ничего не сказали, нам нужно это как-то постараться сказать несколько слов. То есть, уникальное предложение в вашей стране. Да, я вот у ребенка посмотрел на закладку, там такое слово было написано, да? Вот у нас, мы называемся дома-ладка. То есть, два слова раздела. Дома-лады. Да, ланды. Ланды. И там у ребенка на закладке было написано, жрите ладу. И то есть, у нас получается, под каждым направлением можно придумать, что-то похожее. Например, строите ладу. Например. И это вас, как бы, вы уже выбрали? Или это сейчас стадии идеи? Поняю. Есть один, по которому говорят. То есть, все-таки название или какого-то... Словно. 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 Мне-то, конечно, суть надо понять. Да. Насколько я поняла, правильно ли я поняла, что вы предлагаете, как бы, вот, какую сетевую форму условно-доносного отдела продаж, ой, закупок. Да. Ну, так зауссорственных закупок. Вот так, если по-простому. Сдараемся ими со всеми делами. Правильно? А для стадии кто осуществляет? Осуществляет другой участник сети. Ну, мы осуществляем. Но сейчас осуществляем мы, поскольку мы участника сети, которая будет отвечать за доставку, мы его пока еще отбираем. Это, именно, доставки, он сложен. Давай я прям буквально, коротко, ну, поясню, что это такое. Вот смотрите, у нас есть некоторое программное обеспечение. То есть, человеку достаточно иметь компьютер и уметь на нем чуть-чуть пользоваться. Дальше мы этого человека, там, девочку или мальчика, неважно, да, обучаем пользоваться определенным классификатором. То есть, к примеру, есть дом, есть крыша, есть забор, есть фундамент. И на этом уровне он уже может нажимать кнопки и выбирать, что ему нужно. Приходит к нему клиент, он спрашивает тебе, что у него это фундамент. А у него есть классификатор. А здесь есть специалист, который разбирается в фундаменте. Здесь есть специалист, который разбирается в кровлике. И наша система позволяет, как раз, он как раз соединил, и ты продаешь продажу. Для клиента, для клиента, вот тот момент, когда он приходит, а ты сейчас внутреннюю кухню рассказываешь, как это будет работать. Сейчас для клиента, я не знаю, как это происходит. То есть, вверху ты это видишь. Ты это видишь. Я это вижу, но по большому счету мне не важно. Сейчас вопрос, я сужаю вопрос. А я прям уже у меня идея уже есть. То есть, я две ценности все-таки уловил. То есть, как бы оно ни было, это получается дешевле. Ну, дешевле, дешевле. И как бы оно ни было, это получается гарантированно то, что надо. То есть, вот первая штука, которая приходит, то есть, дешевле то, что надо. И смотри, вы продаете в розницу по цене опта. То есть, за счет чего происходит, собственно говоря, удешевление. За то, что человек получает в розницу по цене опта. А почему я получаю в розницу по цене опта? Потому что вы делаете так, что одновременно, покупая у вас, я соединяюсь с еще 10-ю и 20-ю, которые в этот же момент тоже покупают. И поэтому мы, даже не зная друг о друге, мы как бы раз и делаем оптовую закупку. Пожи получаем... И плюс не надо тратить на аренду всяких помещений, когда ты приходишь в магазин, например, покупать. Соответственно, сельхомы стежели. Ну да, и в этом смысле тоже дешевле. То есть, вот он первый. Еще раз. Розница по цене опта. Розница по цене опта. Сужает. У вас дома. Ну, в том смысле, что с доставкой там сад. Супер. Двое пласт. Еще Сужает вопрос. Давай. Смотри, нужна ценность для человека, который хочет зарабатывать в сети. То есть, мы предлагаем возможность, имея компьютер и все, и умение нажимать кнопки, иметь полноценный бизнес, который позволяет продать, скомплектовать, сделать продажу, любую, все что угодно. Магазин в твоем компьютере. Да, это, ну, рабочее название, терромаркет. Это некоторые, знаете, как... Террая позитивная. Да, да. Ну, то есть, у нас был такой лоток, ларек, потом мини-маркет, супермаркет. И мы видим, как система торговли растет. И сейчас у нас появляются огромные такие магазины, в которые ты приходишь, это там собрано миллионы и тысячи всяких разных товаров, которые ты можешь купить. А у нас, получается, мы все это вынесли в интернет, и ты заходишь вот в это компьютерное окошечко, ты-то можешь купить все, что есть в принципе, да, но при этом, получается, с гарантией мы защищаем от мошенников. В этой сети нет ни одного человека, ни живого, да, то есть, который зарегистрировался, да, и невозможно, допустим, заплатить деньги мошенников, как вот я купил видеокамеру, да, заплатил деньги, собственно говоря, остался без видеокамеры, и меня даже не приняли заявление в милицию, поскольку, ну, это сейчас не защищается в учениках. И в этом плане вот эта наша система, она позволяет гарантированно делать вот эти вот покупки внутри сети. Это понятно. То есть у тебя два вида клиента. То есть первый, который приходит к этому человеку, а второй, тот, который ты сейчас объяснил, тот, который заходит и пользует, имеет доступ к системе. Который зарабатывает в этой системе. Классификатор. А есть еще третий клиент, если быть сам производитель, потому что мы можем тоже заработать. У вас многопрофильная платформа. То есть модель платформы многопрофильная. И вопрос? Вопрос, собственно говоря, нужна идейная поддержка, как продавать вот эти вот рабочие места, то есть как продавать бизнес, как франшизу продавать, собственно говоря, по зарабатыванию в этой сети. А посмотреть примеры аналогии. По-моему, в России есть такой же аналог, который собирает много-много разных продвесей, как бы ученики. Ну, встречали одного, да, Стартап, ну, это, конечно, стартап очень хорошо. А по какой цене вы хотите продавать? Сетевая структура здесь в полном случае? Мы хотим не продавать, а мы хотим иметь процент от транзакции. Ну, как Амбрей делают? Через стартовый пакет приходишь, покупаешь стартовый пакет на 3-5 тысяч рублей. Где даются ключи, ты можешь быть вот здесь. Ну, да, сетевые компании, в принципе, когда они же этим уже работают, то есть там уже... У них просто узкость приезжает, у вас будет широкая. Значит, у меня в виде поддержки, я не знаю даже, как сказать, Амбрей, у нас сейчас на рынок, на старте, зашла компания, то есть, быть, и многие слышали ее дошли. И в воскресенье приезжает ее основатель из Питера. Я просто смотрю на воскресенье. Я пришлю информацию, я посоветую вам подоставить и поговорить, что тот все-таки основатель, который уже сделал бизнес в России за полигода 69 городов, и у нас в Новосибирске доставка, а предметов тут традиционное потребление. Вообще, насколько я понимаю, ваш клиент, который будет работать, это человек, который, в принципе, сидит постоянно за компьютером. Правильно? В интерпретаре не обязательно. Он умеет в нем работать, но не надо сидеть там постоянно. То есть нужно просто-напросто встретить клиента и соединить его через компьютер с квалифицированным продавцом, который сделает ему продажу. Либо с несколькими продавцами. Это, Андрей, еще одна идея, но он с экспертной поддержкой совершенно осмотрю. Вы поживите хотите это делать? Мы начинаем с этого. Просто я к чему? Если заходить на классический рынок косметики, продуктов питания, то, допустим, и всяких энергетиков, это рынок освоенный сетевыми структурами, туда прям сложно вписываться будет. Это как экспертная поддержка. Идуша, на чем сыграл, он сказал, что я первая сетевая компания, которая по идее. И он за счет чего сделал такой резкий всплеск? Он просто брал готовые структуры, там, англея, там, арифлейма и прочее, и просто из них делал, ну, там, помог, прям берет вот, там, копок и, там, бриллиантового, и вовсе под виду. А еда нужна всем. Вот, если то же самое, если сказать, мы сеть по строительным материалам в сфере недвижимости, тогда можно на это сградить. Ну, там не только вот это, если брать им больше, да, а если все сетевые компании не говорят, ты шевелись, для тебя будет заработать. А здесь, вот, не оценивайки, а может быть, такое, вот, знаете, типа, вот, ваш сайт, да, и там, не знаю, как-то, примем на работу, бизнес-нуках, то есть, как будто у нас есть заявка, потребность на работников. Но это же, получается, работники в ваших сайтах, да, которые строятся вместе с вами бизнес. Ну, не работники-партнеры. Партнеры, партнеры, да. То есть, соответственно, какая-то вот реклама, идущая на то, что ищем партнеров, и, соответственно, люди будут понимать, когда они, ну, заходят на то, чтобы купить, да, то есть там, что-нибудь… продукты, они будут понимать, что здесь есть бизнес. И в предложении Алисе, вот то, что ты начал рисовать, надо очень четко, мультяшно нарисовать принцип работы нейросети и теломаркетов. Мульти 5-10 минут. Как только человек поймет, как это работает и что это такое, у него тут же появится желание. Ну, то есть вопрос, как продать. Продать можно только то, что человек понимает. Это очень просто, в мультяшном варианте, показать всех выгодноприобретателей и производителей, и как это происходит, одновременно покупают, и что вы делаете на самом деле, и кого вы ищете, и кто нужен. Ну, то есть вот этих вот всех участников системы показать. И так этим мультиком, ну, соответственно, и производителей, и покупателей, и одновременно держателей термин. А вопрос еще, сужаю еще, последний вопрос. А если мы скажем, что мы первая сетевая компания, которая продает отношения? Ну, потому что они здесь у нас стоят на первом месте, и все вот это вот... Продвижные отношения? Ну, не, не подажно. Будет что-то напоминать. Ну, я сейчас одна, сто друзей, вы не первая. Чуть больше информации. А то в сторону фантазии уводит. Другую очередь. Лучше там, не знаю, мы создаем отношения, или там, как, ну, что-то... Да, ну, да, в этом сетевая, мне кажется, не надо упоминать, потому что, ну, пока все рассказывалось, но не было какого-то ощущения сетевого, там, да, дело, а мы просто сенсации сетевым, это, там, ну, что же, у многих... Ну, тоже не нравится именно сетевая, да, но всегда используемые приставки в нереносе. Это уже, по-моему, здесь, да, ну, и продукты, ну, как-то есть. Можно на носе. Нет, сидя на другое, уже приемлется. Вот, нет, ну, ироны, да, 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 это тогда уже оно и как мы в тренде, то есть, как мы в тренде, и... Идея вообще, вот точно так же, как сейчас Денис продает свой мульти-стартап, и продает сейчас пакеты, понимаешь, вот сейчас на вот эту, под эту идею можно продавать, начинать продавать, вот она развивается, начинает продавать пакеты, пакетами, собственность, понимаешь? Короче говоря, вот ту игру, про венчурную эту самую, у нее тоже можно поиграть, за цепочку дать, куда зайти. И еще можно сказать, у меня в друзьях Эльнар, не помню его фамилию, он на юридическом услуге, как говорит, если что-то случается, например, вот чемодан в аэропорту, там, что-то, это, не, 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 не дошел до тебя, да? Юрист по телефону. Да, юрист по телефону, у вас то же самое, то есть, если я к вам обращаюсь, вы мне связываетесь напрямую с этим, вот можно с ним пообщаться. Не знаю. Ну что ж, 20 минут завершились, сколько было цена у вас? Я говорю, какой это человек? То, что мы практически без подготовки, спонтанно, то есть, мы не договорились, не готовились, вот, и мы вообще репетируем вот такой спонтанный подход, да, то есть, у него есть свои минусы, да, но у нас есть такое ощущение, что мы, если научимся делать это спонтанно и без подготовки, собственно говоря, ну, далеко уйдем. В этом плане ценность, ценность была в том, что от идеи, когда я вкладываюсь в Дениса, да, а Денис вкладывается в меня, мы уже по большому счету построили по этому принципу уже целую сеть, и мы ее уже реализовали, она уже работает в этом плане. Вот, причем работает на продаже каких-то там заборов, собственно говоря, но не в заборах дело, дело в том, что она построена на совершенно иных принципах, которые зарождались здесь, на этом клубе, собственно говоря, а это уже их материальная реализация. Вот это было ценно, опять перевести какой-то спонтанный опыт. Что особо цепаново? Ну, извините, особо меня цепаново, да, это как продажа мульти-стартапов. Я бы здесь... А, и вот мне очень понравилось первое самое, что было сказано, да, и больше таких соревнований просто пока не было. Розница по цене опта у вас дома. В принципе, мне как слоган он очень нравится, да. Так, 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 ну, а мульт по работе нейросети, это обязательно, прям, необходимое-необходимость, согласен, абсолютно. Это я уже не понимаю, не знаю, не знаю. А вот, в принципе, еще централизована юридическая поддержка по таких вот, каких-то страховых каких-то случаях, да, и... Есть такой афотах, например, это... Ну, что ж, давайте мы поблагодарим и поддержим капитана. И у нас шестой крайний капитан, Андрей Казаков. И я готов записать название твоего проекта.